Там действительно есть такие мобилы, где она, например, умерла в Париже, а он побит во время белого движения в России. И там как бы на памятнике две фамилии. Там поручик какой-то, нежна какая-то. Но тела там нет. И там много таких мобилей. И что меня поразило, что на всех этих памятниках, там у нас обычно там «Упокойся с прахом», а здесь написано «Господь храни Россию». На многих очень. Там нет таких персоналей. Все время Россия. И она сказала еще одну фразу, которая нас поразила. Она сказала «Мы хотим примириться с современной Россией». Насколько мне до этого доводилось встречаться с потомками эмигрантов. Был такой концерт. Посол наш Авдеев в Париже устраивал. И были представители ста фамилий. Шелеметьев, Хулицкий, Голицын. И я увидел этих людей с прямыми спинами, очень красиво и немножко старомодно говорящих на очень хорошем русском языке. Все время они говорили о своем каком-то ощущении. Потом я увидел их в церкви. Мою дарю Александра Невского на службе. Я все время вырос на службе. Чем там два, примерно один на французском внизу, а вверху на русском. И вот это какая-то... Вы знаете, я абсолютно советский человек и ребенок был в Парсомоле и в партии. И в пионерам, естественно. И у меня было все время такое ощущение. Когда нам говорили, что они подлецы и негодяи. Что они предатели, что они... У меня было какое-то вот... Знаете, бывает, а все равно интересно. Мне очень интересно. Какое-то чувство несправедливости где-то внутри было. И когда я с ними начал скучаться, и когда я окунулся в историю после всего этого, нам захотелось сделать фильм. Это не обеление белой армии, извините за эту татологию, а просто разобраться в тех событиях, потому что мы как-то очень мало... Вот почему сейчас в столетии тела мировой войны, вдруг начали появляться какие-то вещи. Потому что это замечательное вот это движение, бессмертный полк, которое всколыхнуло страну, и которое действительно... Вот мы Великую Отечественную войну, она у нас как-то всегда в сердце и душе. А вот эти события, которые тоже будут сто лет, вот сколько будет сто лет, начало Первой мировой войны, а в следующем году, столетие революции. И вот это интересен был, вот этот период, который... И даже историками вот как-то вот мы начали все это изучать, как-то все время по-разному, он прицелит. И когда мы обратились к, значит, к Коле, она сделала такой синопсис, сначала в сценарии, и Владимир, конечно, в центре должна была быть синематическая история, и по воспоминаниям потомков эмигрантов, она как раз сделала вот такой вот сценарий, который, в общем, если бы в общем-то сказал, был соблазн показать батальные сцены, там, Первой мировой войны, газовая атака, но мы решили, что самое главное, что происходит с людьми, как распадается замечательная семья, имея разное... Вот то, что сейчас у нас, в общем, происходит, когда политические события, когда тут разделяются, люди совершают поступки какие-то, и мы просто показываем, что происходит с людьми, на фоне исторических событий. Исторические события, как проходят за окном, там есть и сжигают усадьбу, и этот баттизм, который был в Петербурге, и везде в стране, начинался. И... Значит, вот это самое главное. И, конечно, вера... Здесь такая игра слов. Вера — это главное героиня веры. Вера в Россию. Потому что у нас есть там эпизод ледяного похода Денисия, Эли Корнилова, Маркова, Алексеева, где они жили за Россию. А, нет? А, на событиях. Да, у нас это... Я просто очень сорвал голос вчера. Можно, если чуть-чуть? Да, слышно все? Ну, я вот как раз думаю, с чего начать. Начать с того, что называется... Я как свободный человек, вольный, да, и, скажем так, независимый, коим себя считаю, могу и хочу говорить огромное количество слов благодарности за этот процесс, потому что я, наверное, уже долгое время собирал в себе вот эту энергию, чтобы в какой-то момент, может быть, ее реализовать. И для меня, конечно, была удивительная акция, поскольку я в полной мере, можно сказать, окунулся в процесс, которым был знаком, не понаслышке. Могу сказать, что житие, бытие, как бы это ни казалось, в популярной музыке очень непростое. И если ты делаешь это серьезно, то, конечно, доходишь до каких-то определенных, возможно, высот внутренних своих идеалов, ни в коем случае не внешних, потому что, если говорить о борьбе, прежде всего, борьба ведется, вот лично у меня, говорится о себя, с самим собой. И прежде всего, и с тем человеком, которого хочется победить. Знаете, вот, когда ты понимаешь, что жизнь должна вот в этом отрезке времени поменяться, и ты понимаешь, что ты уже увидел колоссальное количество каких-то событий в своей жизни, у тебя есть уже о чем рассказать в свои 32-33, поскольку история у нас такая затяжная, наверное, можно сказать, с 32 до 34 я тут занимаюсь. Вот. И я не мог не, скажем, не пойти на этот вызов. Я благодарен, на самом деле, одной такой героине, которой пообещал, что обязательно скажу. Меня никто не просил, но я пообещал. Вот. Это Ксюша Дорошкиевич, которая действительно может быть в какой-то степени возымела, так сказать, какой-то энергетический посыл, и, в общем, возможно, возможно, каким-то образом меня пропиарила в хорошем смысле всей съемочной команде, начиная от юния, заканчивая, думаю, Олеваном. Вот. Это такая, знаете, вступительная часть. А если говорить про вообще мое местонахождение в картине, которое, я надеюсь, будет любима, свою задачу я выполнил на, надеюсь, все те проценты мне с ними жить, поэтому произносить не буду. Вот, насколько я там впахивал. но, думаю, должно это как-то вам полюбиться все-таки. Труд был очень непрост, я говорю сейчас не только за себя, я говорю вообще за всю сегодняшнюю команду, и за все обстоятельства, и экспедиции, и вообще весь этот процесс. Он очень объемный. Вот. А теперь касаемо своего героя и, наверное, моего, моих каких-то рефлексий на тему ее, не знаю, принятия себя как серьезного актера. Я оставляю какую-то долю иронии всегда за той или иной серьезной работой. Вот, думаю, что здесь она все-таки должна тоже присутствовать. И, вы знаете, случился удивительный момент, поскольку мне мешают иногда, может быть, зачастую мешают мои придуманные идеалы, которые, может быть, иногда совершенно недостижимы. Я очень редко говорю себе, даже в той профессии, в которой нахожусь 14 лет, что я сделал что-то хорошо. Поэтому для меня абсолютно нормально нервничать, переживать сейчас вместе с вами. Вот. А на второй день съемок я все пытался как-то себя задеть, пытался как-то себя спровоцировать на вот диалог внутренний. А что ты здесь делаешь? Какое-то право вообще имеешь в виду картину сниматься. И второй день съемок я не нахожу ответ. Третий день съемок я уже в процессе. Я опустил сейчас где-то 4 месяца или 5 нашей подготовительной работы, когда репетировали с Юрой в Сатире в театре. Заходили к господину замечательному фильмингу. Вот. Это был тоже интересный процесс. Но я все до последнего никому не говоря, я не признавался себе, что я имею право сниматься в этом фильме. И вот наступил третий день съемок снег машина Вильнюс значит моряки пошли массовка я в бундировании полном иду значит и думаю что я здесь делаю обед я решаю позвонить своему дяде который является связующим звеном с моей как раз родопомни вот я говорю про моду это мод мне кажется поколение тех людей сейчас которые интересны 30-35 лет это я тоже замечаю я это вижу очень интересно потому что это действительно повторяется иногда вот и я звоню своему дяде мы общаемся с ним долго он рассказывает мне про моего прадеда Савельева Билан Савельев Билан который служил в сотне Николая Второго он был очень близко допущен к детям у него был талант это все описано в письме какой-то определенный он ладил с детьми не знаю может мне это как-то передается по наследству вот по последним проектам вот и я судорожно начинаю все это впитывать по папиной линии сотня перед действительно вот этой уже революцией краски сгущались и вот этого моего прадеда Николая Второй наградил лично дал ему Библию дал с собой по моему еще какие-то вещи очень ценные которые мы не знаем где находятся на сегодняшний момент и вы знаете после этого разговора я понял что я для себя так не шил что я имею право в этой картине сниматься больше чем все а в тот момент у меня произошло правильное озарение для видимо актерского какого-то состояния понимания твоей нужности твоего правильного места сейчас нахождения нужно было об этом подумать об этом размышлять и вы знаете меня меня отпустило и я можно сказать затрачивался уже не на 500 процентов а на 450 вот я думаю что ничего в нашей жизни не проходит бесследно бесследно уже точно для меня ничего не проходит я стараюсь из всего вытащить все то что можно вытащить именно поэтому после каждого тейпа после каждого съемочного дня я судорожно подходил к Светлане задавал ей огромное количество вопросов с Маратом мы общались тоже бесконечно может быть незаметно для Марата но я тоже выхватывал какое-то количество в реальном времени навыков пока Марат на площадке спал да когда Марат Бажаров спит это тоже уже очень актерский интел невероятный вот поэтому хочу сказать огромнейшее спасибо вообще всему процессу я шел туда действительно делать выводы очень надеялся что я правда вот не разочаруюсь не потому что я такой весь из себя невероятный а потому что я просто по-человечески говорю мне это интересовало очень глубоко вот и конечно огромное спасибо всей команде огромное спасибо зрителям уже так скажем авансам и Наталье Тарашкевич тоже большущий привет огромное спасибо это процесс который мимо меня не пройдет и я надеюсь что мы будем еще в какой-то степени может пересекаться в этой плоскости я говорю мне кажется идея хорошая во-первых Дима это было не помню мы с Димой когда-то пробовали в одно кино да это было но это было давно очень это был фильм который назывался в результате Формулы Зеро но по-моему у нас даже были с тобой пробовали в Лифте не в Лифте в Лифте ты пробовал с другим ну в общем я от своих знакомых я слышала что он вообще замечательный парень на телевизор я не смотрю но я слышала что он популярный телевизионный шел показал себя как человек образованный трогательный чувствующий думающий и тому подобное потом у нас случились пробы после которых собственно стало понятно что наверное да это буду я и наверное да это буду Дима и потом мы встретились уже на съемках когда приехала я Диму по-моему уже бережу вот этот трехдневный и мы просто работали в удовольствие мне было очень интересно работать я совсем не видела что получилось отрывы которые показывали вам сейчас я даже на него умудрилась опоздать поэтому я совсем не знаю что у нас получилось я посмотрю 23-го на премьере вместе со всеми зрителями ну спасибо всем большое что вам все было замечательно 23-го спасибо большое на спирт знаете я тоже ну не знаю что сделал Александр Балуев с Димой Билан у меня все до сих пор нет это были сцены и без него а Балуев вы заметите не пришел на конкуренцию значит Билан сделал что-то с Балуевым вот а что касается картины то вы знаете я вообще думал что это мюзикл нет потому что мне позвонили и сказали Марат будешь сниматься с Биланом в кино называется музыка во льду еще на коньках а я на коньках буду говорить выключен-ка Эдвард Мартин а у Билана Паршаров на коньках наоборот вот я думал честно вам скажу я думал что это действительно мюзикл я говорю я знаю что я знаю что Толя очень хорошо поет я знаю что Саша Балуев поет я говорю но я не так хорошо пою потому что я не совсем вам подхожу мне сказали ты приедешь на Москве встретиться с режиссером весна еще и не читал я приехал встретился с Толей с каким-то Толей с Толей с каким-то Толей я встречался с каким-то Толей Толей это был Юра Толя меня сейчас Толя меня привел Толя сказал если описать такой Толя ребят это человек который игрался в цирке который знает весь мастер Толя он говорит слушай тут часто придут я к режиссеру кто-нибудь привел к режиссеру я думал что Толя я режиссер все равно вот потом с Юрой мы были знакомы заочно и это наверное одна из немногих картин куда меня взяли без стол мы поздоровались он сказал привет посмотрел меня и сказал поработаем я сказал я правда на контакт просто прокатаюсь петь не могу он говорит картина вообще-то не про не мюзик а вообще это историческая такая драма я конечно согласился тем более такая компания хорошая вот собственно говоря все а вот по поводу героя вот Фрайгер сказал что по поводу герой герой действительно это не один человек а все герои во первых я хочу сказать что Дима действительно герой потому что это единственный человек кто выдал Евровидение секундочку во вторых Дима действительно герой что согласился с нами с уродными актерами играть главную роль извините не понял мне кажется на самом деле я подержу мысль Марата о том что это нужно обладать невероятной смелостью чтобы решиться сделать что-то в чем ты не уверен перечеркнуть все то в чем ты успешен про что ты знаешь как это что это где твои сильные стороны где твои слабые стороны за чем ты можешь спрятаться чем ты можешь прикрыться и попробовать что-то совсем новое зная что тебя будут рассматривать вот такое увеличительное цепло и будут задавать неудобные вопросы и будут как-то подковыривать и так далее и тому подобное понимая все это решится сразу мне кажется это круто для мужчин тем более у Димы поразительное качество он учился я учился собственно потому что я абсолютно темная лошадка в гоноре тоже учился для всех это такая школа и он что мне очень нравилось он не замыкался там в себе он все время разговаривал он все время Света даже одна у нас была очень сложная в цепровокзале когда значит там была такая трудная такая встреча их на вокзале и я помню я что-то подошел уже в пылу работы и я говорю вот здесь Диму вот этой рукой нужно слезу у нее так и Света мне говорит да не решай он здорово делает то есть вообще это такое потрясающее ансамбль вообще собрать людей почему я хочу сказать что значит я это я из этой работы я исключаю я мы здесь все вот здесь сидят потрясающие продюсеры девушки скромно сидят Эля и Наташа Дрожки это люди которые все вот я не знаю вот это мы видели картину чтобы она вышла в прокат они пахали и сейчас Пашу по 14 по 15 все они не спят они уже не едят ничего вот самый простой вопрос вот знаете уже который задают все время почему Дима потому что мы захотели чтобы был Дима но это действительно идея Ксюши которая учится на режиссерстве значит курсе у Владимира Катиненко она как-то мне подала какие-то совершенно невидимые мной до этого клипы стихи Димины я смотрел просто вот призму мне нужен был характер и вот кто мне нужен был на эту роль и в каком-то клипе я где-то машина какая-то вдруг я увидел потрясающий совершенно взгляд который мне был нужен потому что вся роль Димы на сдержанную там нет таких каких-то эмоциональных то что он делает везде я сказал Дима ты не будешь ни прыгать ни скакать а это сделать сначала и петь вот там внутренне потому что это были люди наверное они чуть-чуть были другие там было все внутри у них любовь такая внутри она вся она вся в глазах и когда мы с ним встретились то просто мы разговаривали еще первый такой разговор был я увидел что абсолютно у него никогда не при нем будет сказано не было каких-то пустых отрешенных глаз он все время был у него все время шла какая-то мысль он видимо все время что-то примерял все время что-то такое ощущал поэтому вот поэтому Дима и я не ошибся абсолютно и действительно с точки зрения вот того что я хотел как режиссер он все это сделал я думаю что у него большое будущее потому что все начали и Хатиненко начали вспоминать что когда-то они его видели там Артемий когда-то там у них какое-то совершенно другое внутреннее отношение это очень важно чуть-чуть поменять берет куриен от